Ровно пять годов тому у студентов Хомельского университета имя Франциска Скорина заявился персональный талисман. Лечится, что когда подниматься за хвостики бронзовой студентки, сессия пройдет удалой и без хвостов. До речи, эта скульптура была установлена 25-го студента 2011 года. Причем такая дата была выбрана не выпадково. В миновито 25-го студента, або 12-го студента 1755 года по старым стилям императрица Елизавета подписала указ об засновании Московского университета. Народжение первого России в НУС упал с днем памяти святой Татьяны. Так, 25-го студента стал и днем студента у заступницы, яких с этих часов и лечится святая. Конечно, знаю, что такое сегодня. Татьяне день, день студента. Будем отмечать его со всей нашей группой. У храма сегодня ранится и в память об святой прошли урочистые службы. Татьяна народилась около 200-го года в Риме упередгонению на христиан. С часом стала до яконисой, рахтовала людей до христианя и пересвячала их у основы христианской веры, за которую и загинула мученицкой смертью. Что можно к ней обратиться? Помощи в учебе, в образовании, особенно в оцерковлении, молитвенного заступничества пред Богом, как мученицы во всех наших делах, особенно в юниверском возрасте. Фактически можно просить обо всем. Ну, выделяется, конечно, напрямую, это ее возраст. Возраст и ее непосредственно занятия в мирное время. Учась сама учила других. Интересно, что имя Татьяна, не глядячи на свое римское походжение, лечится традиционно русским. И оно распространено в многих славянских краинах. В Гомельской области особливо популярным оно было в 80-е годы, минулого 100-го года. Зараз сступило лидерство. За 2015 годы Думя грамотанских обрадов была зарегистрована усягу одна Татьяна. Все лета поколь не одной. По старым поверьям лечится, что девчонка, яка народилась в этот день, будет доброй господине. Дорога, сегодня вечером студенты Гомеля будут господарить в Лядовом палаце. Для их у Гонорсвята организуют массовые катания и флешмоб. Узнак сяброства студентов усех университетов областного центра. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, Игорь Марышенко, Телерадио Компания Гомель.